Вот он какой, самый северный край евроазиатского континента, мыс Челюскин. Названа так эта земля в честь подштурмана флота российского Семена Челюскина, который почти 250 лет назад впервые вступил на этот каменистый берег. Был здесь и Амундсен, и Дежнев. В 1932 году здесь построили полярную станцию. Два года спустя вот этот дом поставил Иван Дмитриевич Попанин. Сегодня тут одна из крупнейших станций западного сектора Арктики. Гидрометеорологическая обсерватория. Место на мысе для нее выбрано не случайно. Перед вами пролив Велькицкого, один из труднейших участков северного морского пути между западными и восточными портами на севере страны. В постоянном движении находятся поля пакового, то есть многолетнего льда, мощные торосы. Оперативная информация об их состоянии, поступающей из Челюскина, крайне необходима судоводителям. Июль, август, сентябрь – самое горячее время в жизни обсерватории. Навигация. Данные, помогающие составить точное представление о погоде, специалисты получают при помощи многократных наблюдений. В любое время суток. В любое время года. Специалисты обсерватории обеспечивают устойчивую радиосвязь с арктическими судами и самолетами, которые ведут ледовую разведку. Эти огурцы не были доставлены сюда самолетом, а выращены в небольшой теплице. И хотя вахтенный радиотехник Таня Панова, она недавно приехала из Ленинграда, прежде никогда не занималась растениеводством, как видите, добилась впечатляющих результатов. Теперь у полярников появились новые соседи-геологи, которым предстоит раскрыть тайну недр этого края. Так что хотя мы с Челюскин край света, но все-таки земля. И ее все больше и больше обживают люди.